Здравствуйте, дорогие зрители Первого еврейского канала! Шалом! Я ведущий Владимир Архирейский и вся наша замечательная медиагруппа Холдинга Стмеги Начинает очередной, 37-й по счету, выпуск нашей еженедельной итоговой программы «Община» и этот выпуск первый после завершившейся вчера Хануки И наступившие декабрьские дни еще озарены светом последней ханукальной свечи и всех восьми огней этого праздника Коротко о том, как он прошел в этом году В России Ханука широко отмечалась еврейскими общинами страны Главная минора Москвы зажгла свои свечи на площади революции В большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга начало Хануки отпраздновали огненным шоу В Воронеже первую свечу зажег руководитель общины, член Национальной палаты при губернаторе Воронежской области Виктор Канищев В центре Севастополя установили и зажгли праздничный светильник минору на площади восставших Самый оригинальный светильник в этом году соорудили в Томске Здесь создали огромную ханикую изо льда В Екатеринбурге в зажжении четвертой свечи принял участие главный раввин России Берл Лазар В дни Хануки, благодаря работе членов еврейской общины, постановлением губернатора Калининградской области историческому еврейскому кладбищу города был присвоен статус памятник культурного наследия еврейского народа Все раввины огромной страны поблагодарили власти за возможность зажигать ханукии в Москве и по всей России Астронавтка Жасмин Макбели раскрутила на борту Международной космической станции ханукальный дрейдл традиционную праздничную еврейскую игрушку в виде четырехгранного волчка Так она не только отметила хануку, но и провела любопытный физический эксперимент в условиях невесомости на высоте 400 километров над землей А ханукияна МКС была войлочной, зато прикрепили ее у иллюминатора на фоне захватывающего вида нашей планеты Жасмин не первая, кто отмечал хануку на орбите Традицию заложил ровно 20 лет назад астронавт Джеффри Хоффман А в 2019 году это сделала на борту космической станции еврейка Джессика Мейер Настоящее ханукальное чудо сотворили для маленьких пациентов детской больницы Шнайдер в израильском городе Петахтиква Здесь установили 12-метровую ханукию, сделанную из 25 тысяч экологичных воздушных шариков Ее собирали 100 волонтеров, а на самый верх взбирались скалолазы Зато в дни хануки это чудо было видно с любого этажа больницы Многие ведущие мировые издания, СМИ, интернет-ресурсы на минувшей неделе большое внимание уделили теме антисемитизма в американских университетах Точнее тому, во что обошлось руководству некоторых из этих университетов их потворство и даже поощрение актов травли, преследования и даже насилия в отношении студентов евреев И вот на какой уровень выше на днях эти скандалы Конгресс США провел слушание по фактам антисемитизма в элитных университетах страны Это расследование в последние недели инициировало Министерство образования США Под следствия попали Пенсильванский и Гарвардский университеты, а также Массачусетский технологический институт К ответу были призваны их президенты, от которых потребовали объяснений по поводу многочисленных и непрекращающихся проявлений антисемитизма в университетских кампусах Члены комиссии по расследованию интересовались также, почему ни один из трех вузов, представленных на слушаниях не приостановил деятельность юдафобских организаций на своей территории К требованию отставки глав учебных заведений подтолкнуло и их поведение во время самих слушаний В частности, циничные высказывания о том, что студенческие протесты, призывающие к геноциду евреев не являются нарушением политики университетов и вполне укладываются в осуществление права голоса На слушаниях комиссии Конгресса, например, президент Гарвардского университета Кладин Гей заявила, что не намерена предпринимать никаких мер против антисемитов, пока слова не переходят в дела и провоцируемое насилие в отношении студентов-евреев не приобретает открытые формы То есть, пока травля не приведет к причинению вреда здоровью и лишению жизни студента-еврея дело президента – сторона Президент Массачусетского технологического института Салли Корнблуд также ответила на вопрос комиссии, что высказывания, призывающие к геноциду евреев будут рассматриваться как преследования только в том случае, если они будут широко распространенными и жестокими Президент Пенсильванского университета Лиз Мэггел тоже отказалась дать прямой ответ на вопрос о том является ли призыв к геноциду евреев запугиванием или оскорблением в университете «Это зависит от контекста», – ответила Мэггел По-видимому, плакат со словами «Гитлер был прав», мелькавший в кампусах, имеет какой-то иной контекст кроме чудовищного антисемитского и откровенно нацистского Все три научно-административные дамы ссылались на первую поправку Конституции, обеспечивающую свободу слова а в их случае еще и свободу академической мысли При этом они не учли того, что, несмотря на первую поправку, приемлемы не любые высказывания а некоторые влекут за собой административные оргвыводы Так произошло и на этот раз Президентам университетов было предложено подать в отставку Лиз Мэггел пришлось лишиться поста за поддержку скандальных заявлений о том, что призывы к новому Холокосту в стенах университетов являются легитимными Кладин Гэй пока усидела в своем кресле, несмотря на то, что по ее вине университет лишился огромных денег Пошатнулись заслуженный годами престиж и общественное доверие Правда, позднее президент Гарвардского университета извинилась за свои слова и сказала, что была просто выбита из колеи позиции своих коллег из Пенсильвании и Массачусетса и опрометчиво присоединилась к их мнению Лиз Мэггел, напротив, и после слушаний не выразила ни малейшего раскаяния в своей позиции по творству антисемитам Салли Корнблат, единственная еврейка из упомянутых деятельниц предпочла после обсуждения в Конгрессе хранить красноречивое молчание по поводу травли ее соплеменников в обверенном ей учебном заведении Примеры того, как слова антисемитов переходят в их преступные дела и свершения тоже имели место на минувшей неделе в США Внимание на экраны В американском городе Олбани на территории синагоги в дни Хануки неизвестный открыл огонь из дробовика В тот момент, кроме взрослых прихожан, там находились еще и как минимум 20 детей дошкольного возраста посещающих детский лагерь при синагоге Стрелявший 28-летний мужчина выкрикивал при этом антисемитские ругательства и про-хамасовские призывы Он был обезоружен и задержан на месте Другой случай антисемитского уличного насилия произошел на прошлой неделе в Нью-Йорке В Бруклине на 40-летнего ультра-ортодокса Джошуа Миренфельда, отца пятерых детей, напал злоумышленник Чернокожий молодой человек, закрывший нижнюю часть лица платком, нанес жертве несколько ударов кулаком по лицу и голове Перед тем, как сбежать с места преступления, нападавший забрал мобильный телефон жертвы Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что избиение еврея сопровождалось грязной антисемитской бранью А перед тем, как скрыться с места происшествия, он издевательски бросил своей жене шаббат шалом Розыски нападавшего пока не дали результатов Россия настаивает на экстрадиции одного из выживших военных преступников Который обвиняется в уничтожении мирного населения на территории бывшего СССР Среди тех, в чьем убийстве обвиняется этот нацистский прихвостень, были и сотни евреев О подробностях этого громкого и даже скандального дела в нашем следующем сюжете Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции 98-летнего Ярослава Гунько Который заочно обвиняется в геноциде мирного населения на территории бывшего СССР во время Второй мировой войны По версии Главного управления Следственного комитета России, подтвержденной надзором и судебным решением Гунько в составе дивизии СС Галичина причастен к убийству не менее 500 советских граждан В числе убитых были евреи, а также поляки Людей расстреливали, сжигали в жилых домах и в костеле У подобных преступлений нет срока давности Они относятся к проявлениям геноцида и подпадают под соответствующую международную конвенцию Генеральная прокуратура Российской Федерации предлагает арестовать Гунько для привлечения к уголовной ответственности И передать его российской стороне В случае отказа в экстрадиции Генпрокуратура России просит рассмотреть вопрос о депортации Гунько в рамках миграционного законодательства В поле зрения международной общественности Гунько попал после посещения канадского парламента Куда он был приглашен 22 сентября во время визита в страну Владимира Зеленского Пригласивший его спикер палаты общин Канады Энтони Ротто назвал 98-летнего нациста героем После чего зал приветствовал его бурными аплодисментами Ведущие еврейские организации осудили честование палача из Галичины В своем заявлении они особо отметили, что это нацистское подразделение было причастно к геноциду и массовым убийствам евреев Гунько был заочно обвинен в геноциде 20 октября нынешнего года, а в конце того же месяца заочно арестован басманным райсудом Москвы, удовлетворившим ходатайство следствия МВД Российской Федерации объявило его в международный розыск От мрачного и темного к мудрому и светлому Я имею в виду, что сейчас мы переходим к нашему традиционному разделу Симхат Шаббат С комментарием недельной главы Торы нас познакомит сегодня Равин общины Байт Сфаради и Лазар Несимов Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня заглянем в недельную главу Вайгаш Заострим внимание на двух моментах в этой недельной главе, когда братья пристают перед Йосифом И Йосиф открывается им, произносит такие слова Я, Йосиф, ваш брат, жив ли еще наш отец? И здесь надо задавать вопрос До сих пор все время обсуждалось, говорилось, что если Беньямина не отпустит Йосиф То они вернутся без Беньямина, то отец их не выдержит и умрет Понятно, что их отец был жив И Йосиф понимал, что отец жив Что это за вопрос он задал им Второе, то, что Йосиф успокаивает своих братьев И он говорит такие слова Что не вы продали меня сюда, в Египет А Всевышний послал сюда меня, чтобы приготовить большое спасение Он такими словами успокаивал их В действительности на первый вопрос дают нашим мудрецам ответ Они говорят, что на самом деле это не был вопрос к ним, что отец жив или нет А этот был укор Он сказал им После того, что вы вытворили со мной После всего этого все еще наш отец жив И поэтому братья не смогли ничего ответить ему И после этого он начинает успокаивать их Что вот не они сюда продали А этот замысел изначально был от Бога Бог сюда послал его На что это похоже? Наши мудрецы объясняют это притчей Что у одного богатого человека был драгоценный камень И на этом камне была небольшая царапина Изъян И этот богатый человек показывал этот камень специалистам И все говорили, что невозможно будет исправить этот изъян Без ушиба камню Только один специалист взялся за работу Он сказал, что он не то что исправит этот изъян Наоборот, он на этом изъяне еще сделает камень еще дороже Каким образом? Он начал вокруг этой царапины рисовать различные узоры И совместил с этой царапиной И действительно этот камень стал еще более дорогим И таким же образом то, что сделали братья На первый взгляд мы видим, что они сделали изъян Но из этого вышло в итоге большое спасение Вот Иосиф хотел этими словами им объяснить этот момент Что мы можем из этой недельной главы для себя выучить И сделать вывод, что все, что происходит изначально Это все от бога А как следствие мы уже то, что произошло Должны вовремя понять, что произошло И вовремя раскаяться И тогда Всевышний прощает нам И мы видим эту историю Давида и Батшевы То, что с Батшевой и Давидом было И в итоге мы видим, что Давид раскаялся И Всевышний простил ему Что это за история была? Наши мудрецы говорят, что на самом деле Давид, он был просто примером Всевышний специально выбрал Давида примером Чтобы показать людям, что чтобы не было Это изначально от бога А человек в итоге, он тоже раскаивается Всевышний принимает раскаяние И Давид был примером Всевышний принял раскаяние Давида И в итоге показал путь другим людям Как можно раскаиваться Что есть, есть дверь Есть для того, чтобы раскаяться Чтобы вернуться на правильный путь Вот из нашей недельной главы Мы учим эту вещь У Докумок И снова полюбившаяся всем нам рубрика Придумали евреи В ней мы рассказываем об открытиях И изобретениях, которые сделали евреи Из разных стран в разные времена Один из таких людей Герой повествования Собранного из сведений Которые мы находили на различных Еврейских ресурсах интернета Мало кто сегодня помнит Что название всемирно известного Информационного агентства Рейтер Напрямую связано с фамилией Одного человека Мы привыкли пользоваться Его русскоязычной транскрипцией А по-английски оно звучит как Ройтерс То есть прямо намекает На историческую принадлежность К ее создателю И первому владельцу Однако настоящая фамилия Пауля Джулиуса Рейтера Была совсем другой Он был сыном раввина Самуэля Левия Шафата И родился в немецком городе Кассель И звали его Исраэль Бер После смерти отца Юный Исраэль отправился К дяде Банкиру Где познакомился И с ведением бизнеса И с интересными людьми Молодой предприниматель Занялся издательским делом Руководил несколькими фирмами В Берлине Но в сороковые годы позапрошлого века Ему пришлось свернуть эту деятельность Так как его издательство Выполняло заказы По выпуску политических листовок Из-за преследования тайной полиции Еврейскому бизнесмену Даже пришлось бежать из страны Он скрылся в Лондоне Где сменил еврейское имя И стал Паулем Джулиусом Рейтером И даже принял лютеранство Прожив несколько лет в Англии Беспокойный Рейтер Окончательно разорился И перебрался во Францию В Париже он устроился Простым переводчиком В телеграфное агентство Гаваса Которое позже будет называться Франц Пресс Агентство собирало Переводило и распространяло Во Франции и за ее пределами Статьи иностранных изданий Рейтер занимался переводом Статей и биржевых сводок Здесь Пауэль Рейтер И познакомился с миром новостей И способами их распространения Понаблюдав за маршрутами Передачи информации Он обнаружил, что прямого телеграфного Сообщения между Парижем и Берлином Путь передачи был следующий Берлин-Ахен Париж-Брюссель Через телеграфные линии То есть из Ахена в Брюссель Новость добиралась Почтовыми экипажами 9 часов Рейтер придумал способ Как сократить время доставки Между Ахеном и Брюсселем С помощью голубиной почты Почтовые голуби доставляли Новости и биржевые сводки В Брюссель за несколько часов Затем на поезде голубей Возвращали в Ахен Этот способ оказался и быстрее И экономичнее Но в 1851 году появилась Телеграфная линия Париж-Берлин И крылатый бизнес Рейтера Прекратил свое существование В этом же году упрямый Рейтер Переехал в Лондон И основал собственное агентство Сообщавшее о свежей новости С городской биржи Он и помещение для своего бюро Снял недалеко от лондонской биржи Такое местоположение Оказалось чрезвычайно удачным Бюро передавало биржевые сводки Парижским брокерам А затем была налажена Отправка заметок В европейские столицы Рейтер придумывал Начинать каждое переданное сообщение Именной подписью в начале текста Появление указания На источник информации Ручающийся за ее достоверность Было тогда новшеством А теперь без него нет Ни одного сообщения Мировых агентств Агентство Рейтера Приобрело хорошую репутацию И стало международным У него появились подписчики Следующее знаменательное нововведение Эксклюзивность материала Весной 1859 года Наполеон III Объявил о начале Австро-Итало-Французской военной кампании Подписчики же агентства Узнали об этом еще до того Как Наполеон произнес эту речь Дело в том, что Рейтер Тайно заполучила копию текста заранее Об убийстве президента США Авраама Линкольна Рейтер тоже сообщила первым В 1871 году Пауль Джулиус Рейтер Или бывший Исраэль Бер Йошафат Становится немецким бароном Через 20 лет королева Великобритании Виктория также жалует ему баронский титул Но дело пошло и дальше В 1872 году Персидский правитель Заключил с Рейтером договор По которому Медиамагнату передавались В концессию на 70 лет Чуть ли не вся инфраструктура И промышленность Персии Договор не вступил в силу Так как был расторгнут Под влиянием британского правительства И иранских элит Тем не менее в 1889 году Рейтер организовал Шахеншахский банк Который обладал монополией На кредитную деятельность в стране В конце 1870-х Барон Рейтер отходит от дел И передает руководство сыну Так к названию информагентства Прибавляется окончание Множественного числа А произносить его можно И как Ройтерс И как Рейтерс И как принято в России Просто Рейтер Спустя почти 140 лет В 2008 году Агентство было куплено Корпорацией Томпсон И после этого Оно стало называться Томпсон Ройтерс Через год умерла Последняя представительница Династии Основавшая агентство Баронесса Маргарет де Рейтер Но первой странице Этой истории Вписал все же Ее основатель Сын Раввина Из немецкого города Кассель Путь авторов Очередного спецрепортажа И постоянных наших ведущих Андрея и Кирилла Эйхвусов На этот раз был не так далек Люберцы Но от этого Привезенный материал Не менее интересен Так вот Почему местная еврейская община Называется Бейт Марина Как она создавалась И как она живет сейчас Обо всем этом На следующей еврейской остановке Люберцы Люберцы Здравствуйте Уважаемые товарищи телезрители Это программа Община на карте И мы незваные гости И мы с вами В Люберцах В Люберцах В городе герои Люберцы В бандитском городе Люберцы В промышленном В промышленном городе Люберцы В еврейском В индустриальном И правильно мой брат сказал В еврейском городе Люберцы Вот это стандартные Люберцы После военного времени Промышленные здания Военные предприятия Предприятия оборонного комплекса Люберцы Это был военный Строительный Индустриальный объект Потом После советского времени После развала Советского Союза Потихонечку Все начало Приходить в упадок Здания Выкупали за бесценок Предприятия Закрывали Они банкротились И Здесь Происходило Массовое строительство Сначала После войны Застраивали Хрущевками Потом Брежневками Девятиэтажными домами Потом П-44 Ельцинскими Домами И Горбачевскими А сейчас Многие районы В принципе Не узнать Люберецкие Они застроены Многоэтажками Хорошими Добротными И уже не панельками А монолитными домами В общем С самого начала Об истории Люберец Первое упоминание Письменное 1621 год И деревня Тогда Называлась Либерцы Назарова От частных имен Либер И Назарий И владели Деревней Люберцы Дьяконы И Попадьячьи Первые Собственники Этой деревни Половина Деревни Принадлежала Дьякону А половина Попадьячьему Потом От Дьяконов Деревня Перешла к боярам Так как Сестра Просковья Грязева Которой По наследству От Отца Дьякона Грязева Досталась Деревня Была замужем За боярином Яковом Милославским А потом Деревней Уже владели Бояре Прозоровские С 1705 года Этой деревней Владел Князь Меньшиков И он Даже Сделал Здесь Маленький Флот Построил Пристань Дабы Умаслить Императора Петра Первого У которого Была вообще Любовь К флотилии И когда Петр Первый Сюда попал Он увидел На озере Вот этот Маленький Весельный Флот Он прям Расставил И так далее Меньшиков Пришел По нраву Петру Первому Да Петр Первый Сказал Акельстец Потом Когда Меньшиков Попал В опалу Петр Первый У него Это село Забрал Отжал Ну Отжал Плохое Слово Мы О высоких Материях Говорим В общем Меньшиков Попав Попал Лишился Этого Села И оно Дальше Пошло 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 Уже От Бояр К Князьям В 1753 Году Императрица Елизавета Подписала Указ О передаче Села Новопреображенское Либерцы Тож Великому Князю Петру Федоровичу Будущему Петру Третьему И называлось Село Уже Не Либерцы Назарова А Новопреображенское В Отечественную Войну 1812 Года Здесь Были Войска Наполеона Французы Которые По какой-то Странной Привычке Сожгли Половину села Зачем Они это Сделали Что за Привычка Где Останавливались То сжигали Где Останавливались То сжигали В общем Люберцы Сгорели Наполовину Когда Здесь Стояли Наполеоновские Войска И Индустриальное Развитие Люберец Началось В 1862 Году Когда Сюда Проложили Железную Дорогу Она Шла От Коломны До Рязани И Тогда Уже Здесь Начали Активно Селиться Люди Индустриализация Промышленность Начала Подниматься В общем Город Ну Не Город Тогда Еще Деревня Стала Размножаться И Крепнуть В 1899 Году Здесь Построили Огромный Завод Который Назывался Завод Паровых Машин Карла Вейхельта Который Позже Стал Называться Заводом Воздушных Тормозов Нью-Йорк Ты представляешь В 1910 Году Этот Гигантский Американский Завод Выкупает Консорциум Жатвенных Машин В России И В 1924 Году Государство Его Забирает Как Сейчас Говорят Импорта Замещает И здесь Вместо него Становится Большое Предприятие Завод Жатвенных Машин Имени Ухтомского Статус Города Люберцы Получили В 1925 Году А в 1934 Году В состав Люберец Вошли Рабочие Поселки Панки Подосинки И дачный Поселок Михельсон Того самого Михельсона Ну, вероятно В 1941 Году Здесь Организовалась Высшая школа Авиационного Боя В которой Принимали участие Трижды герои Советского Союза Кожедуб И Покрышкин Помнишь? Ахтун Кахтун Всем вам Кришка В небе Русская Покрышка Кстати, наш Дед Воевал Во время Войны В одном Авиационном Полку С покрышки Да, да, да Да, да А потом Попал в концлагерь Попал в плен В общем Жуткая история И самое главное Город Люберцы По праву Считается Основателем Всего Авиационного Производства России И гражданского И военного В общем Город Люберцы Это столица Российской И советской Авиации Еврейская община Появилась В Люберцах В 1920 году Больше 100 лет назад А Исторически Евреи Начали селиться В Люберцах И в окрестностях В окрестных Селах До Революции Местная власть К евреям Относилась Хорошо Не угнетала Как говорят Сейчас Не гнобила И евреи Селились Здесь был Молитвенный дом Здесь Справляли Еврейские Обряды Ставили Хупу Отмечали Брит Отмечали Помолвку То есть Была Большая Еврейская Жизнь После революции В 1920 году Евреев Не трогали С 1920 По 1930 Год Они Жили Стандартной Еврейской Спокойной Размеренной Жизнью И вдруг Кровавые Советы Конечно Все Испортили Еврейская Жизнь Была Приостановлена Репрессии Расстрелы Ужасные Происшествия Случались С еврейским Населением Но В Люберцах Еврейская Жизнь Не останавливалась Были Подпольные Миньяны Все То же Самое Только Были Даже Молельные Дома Но Негласно В советское Время Евреи Жили Тихо Подпольно А Еврейская Жизнь Возродилась В Люберцах В конце 80-х В начале 90-х Сейчас В Люберцах Две Еврейские Общины И в одну Из которых Мы идем Община Называется Бейт Марина Дом Марины А Марина Это Ну По-английски Море То есть По сути Это морской дом Еще Как трактуется Это название Мы узнаем У местного Равина Но У этой Общины У этой Синагоги Есть секрет И этот секрет Нас С братом Настолько поразил До глубины Души И мы вам Откроем В течение нашей программы Мы вам Его Откроем И для вас Дорогие зрители Мы открываем Кадры Общины На карте Пойдемте Да Пойдемте за нами Бейт Марина Здание Общины Находится На территории Завода Для того Чтобы попасть В синагогу Нужно пройти Проходную Там сидит Охрана Как в 90-е Такие люди В спецодежде Вохр Это называлось Раньше Раньше Называлась Военизированная Охрана А сейчас Это просто Чоп Здесь Как всегда Тепло Натоплено Здрасте Здрасте Мы В общину В синагогу Спасибо Спасибо Тепло Микроволновка И обязательно Печка есть Печка 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 электрическая Ну если Это синагога То Неплохо Живут Либеретские Евреи Но никаких Признаков Пока мы Не видим А вот Вот Ханакия И Могин Довит Мы Дома Ну не у себя Конечно Поскольку Мы незваные Гости А дома У евреев Бэйт Марина Да Шалом Рави Здравствуйте Бурхима Бархима Здрасте Шалом Алейхим Добро пожаловать Слушайте Я представляю Как у вас Здесь летом Клева Да Очень красиво У нас Палисадник Такой красивый Очень уютно Очень Тепло Суку Гостеприимно Суку Здесь ставите Да Вот Бывает Огромная Большая Сука С подогревами Со всеми удобствами Раби Поскольку Сейчас Световой день Короткий Давайте мы сначала По улице Пройдем А потом Свои владения Покажете Мы знаем Что у вас Здесь есть Миква Гостевой Дом Две Миква Мужская Женская Родился я В городе Баку Родители У меня Родились В городе Куба Красная Слобода Школу Тоже Я окончил В Баку Соответственно И Каждые Канюкулы Приезжали В Кубу Для нас Это Был праздник Потому что Нам всегда Там очень нравилось Там была Свобода Мы без разрешения Могли выйти На улицу И Сходить И на речку И на мост И На Гору Да Там Горы такие Как холмы Понарывать себе И земляники И всякой Всякой там Живности Которая растет Там на деревьях В общем Это было Прекрасное детство Это было Правильное детство Я так считаю Первый раз Я попал в синагогу Когда Не стало Моей Бабушки Да Это был Девяносто Четвертый год Да И Мы Ходили Я Дед Мой Отец Дяди Ходили Читать Кадыш В синагогу Человек Для меня Это был Раби Бааз Да Это был Равином Города Баку На самом деле Он поначалу Отказывался Сказал что Он уже Старый Для того Чтобы Учеников Принимать Но По счастливой Случайности Всевышний Меня удостоил Научиться У него Первый раз В жизни Альфбет Это территория Завода Территория Завода Да У нас тут Отдельная территория Где находится Синагога Наш гостевой дом Миква Общежитие Где наши Постояльцы Постоянно живут Детская площадка В конце От концов Здесь у нас Стоит огромная Сука Красивая Такая Человек на 50 Представьте Своего коллегу Это Даниэль Как он говорит Работает у нас Тут пророком Он же Вася Казанцев Это вообще Великолепное место Что Здесь вот Когда вы шли Видели Там везде Промзоны Заводы Еще такое И в этих местах Построили Такую синагогу Как вот Цвет Какой-то Среди туч Это не центр Москвы Где там Все в огнях Красиво А именно Вот в это Идешь Там где-то Макулатуру Принимают Там где-то Что-то Дымит А вот Сюда Заходишь И среди Этого Участка Свет Божественный Свет Здесь Синагога Попадаешь В другой Мир Амэн Это великое Чудо Что сделали Здесь Синагогу Среди Таких Мрачных Этих Как сказать Построек Улиц Да Место А это Территория Завода А что За завод Завод По Присадкам Масел По производству Присадкам Масел Завод Принадлежит Александру Самовичу Меджибовскому Да Он сам И учредитель И доктор Наук Химических Наук И главный Спонсор Общины И главный Единственный Спонсор Общины Байтмарина А откуда Такое Название Это Это была Зехрана Левраха Его Первая Супруга Да И он Решил Для возвышения Ее души Да Открыть Синагогу Занести Сифертору Да То есть Она там А синагога У нее здесь В этом мире Здесь синагога Да Была очень Праведная Женщина То есть Марина Это не море А имя Супруги Александра Самойловича Александра Самойловича Все верно Волю Судьбы В 1979 Семьдесят девятом Году Седьмого Июля Я женился На моей жене Марине Которая И сформировала Собственно Мою жизнь Потому что Она меня Послала В науку Я не очень Собирался И в итоге Я стал Кандидатом Потом Доктором И Как бы Многому Она меня Научила В этой жизни Уже Девятнадцать лет Как она В Ганедене В райском саду В Ганедене И Когда ее Не стало Я понял Что Человек Который Сформировал Меня В этой жизни Ее Я собственно Давно Хотел Что-то сделать Синагогу В честь времени Но как-то Не получалось Я не понимал Где и как И это все Очень дорого А тут Получилось Что пока Мы тихонечку Развивали Бизнес С Божьей помощи Купили Это здание На этой территории То Я понял Что надо Сделать офис А офис Надо Я понял Значит Надо сделать Синагогу Синагогу Какую Я мечтал Сделать Честь имени Синагогу И тут Я понял Это как раз Тот шанс Который Можно Поднять Ее души Святая Женщина Очень Большой Мудрец Она была По жизни И Благодаря ей Я знаю Что такое Шхена Нам при жизни Удалось Это почувствовать Вот И так же Мои бабушки Дедушки Папа Мама И ее Папа Мам Бабушки Дедушки Выковечены На доске Синагоги И я надеюсь Что Каждой молитвой И каждая Митсва Здесь Идет Заслуга Их душ Это здание Синагоги Здание Синагоги Наверху У нас Конечно же Офисы Первый этаж Полностью Наш Синагога Трапезная Молильная Там есть Несколько Комнат Общежития Есть Кухня Которая Кормит Наших Постояльцев И наших Гостей Соответственно Все праздники Шабаты Все Все готовятся Именно На этой Кухне А что Справа Справа У нас Общежитие Это Здесь живут Наши ребята Которые Постоянно Поддерживают Нам Минян Все Религиозные Ребята Все Соблюдающие Да Они живут Постоянно Здесь Посещают Уроки Молитвы Праздники Очень Очень Важно Бесстрашные Бесстрашные Слава богу Они Никого Ничего Не боятся Да Это Наша Мангальная Которая Постоянно Нас Выручает С вкусными Шашлыками Пловом В казане Настоящем Да И это Дальше Дальше Идут Наши Наши Так сказать Общежития А у вас Даже дети Есть Даже дети Есть Да Они приходят К нам По шабатам Они Посещают Нашу общину В шабат У нас Есть гостевой Дом Где Люди Могут Разместиться Семьями С детьми Пожалуйста Детские Кровати Стулья Манежи Игрушки То есть Это Все условия Абсолютно Абсолютно Все бесплатно Абсолютно А вы сказали Что у вас Общежитие Это для тех Евреев Которые работают На заводе Или как Общежитие Для тех Кто посещают Наш Миньян Поддерживают Нам Миньян Посещают Нашу синагогу Постоянно А что нужно Для того Чтобы человек Приехал И Жил В вашем Общежитии Подтверждение Иудаизма И наличие Жилья Где-то Или Без разницы Он может жить У нас Если ему Негде жить Пожалуйста Добро То есть Если человек Приезжает Из Израиля Из других Регионов В Москву Он может Поселиться В Люберцах В вашей Прекрасной Общине В вашем Общежитии Самое главное Документы Подтверждение Подтверждение Совершенно Совершенно верно Совершенно верно А с питанием Как Вообще Все бесплатно Абсолютно То есть Давай еще раз Зрителям скажем Уважаемые Товарищи телезрители Если у вас Есть желание Переехать Куда-то Откуда-то Переехать Из Америки Из Израиля Из Канады В город Герой Люберцы Вы можете Запросто Это сделать И вам Не нужно Ни за что Платить Вам Нужно Получать Удовольствие Приходить На медиан И даже За кошерную Пищу Не надо платить Утром рано У нас Распорядок Дня Наша Молитва Утренняя Шахрит Начинается В 8.45 Заканчивается Она плюс-минус Часам к 10 Далее Завтрак Кошерный После завтрака В 11 часов Начинаются Уроки Уроки Как обычно Ведут Равины наши Да И После уроков Минха В 2 часа И человек Который посещает Наши уроки Получает стипендию Да В размере Нные суммы Не жизнь Не лафа Ну Как-то так Тут дальше Я вам покажу Нашу Гостиницу Так называемую Гостевой дом Да Общежитие Вы уже все Мы прошлись Вы все это увидели Да Это у каждого Своя индивидуальная Комната У ребят Они все живут Каждый В своей комнате И Конечно же Александр Самович Старается Чтобы ребята Ни в чем Не нуждались Да И соответственно Ребята тоже Нам очень сильно Помогают Поддерживая нам Минян Посещая Уроки И Поддерживая Все правила Нашей Святой общины Это все Ваш завод Да Это все Наш завод Территория Нашего завода Конечно же Ограничивается Заборами Но Конца Не видно Слава Богу Да Можем пройти Чуть Посмотреть И Как Александр Самович Всегда говорит Завод Живет за счет Синагоги Синагога Живет за счет Завода А это все Работников Завода Да Хорошо живут Работники Завода Тойоты Это ведь Предприятие Не отжатое Государство Нет конечно Не С помощью Рейдерского захвата Завоеванное Предприятие Построено С нуля Нашим Учредителем Нашим Главным Спонсором Александр Самович Я помню Он даже мне Рассказывал Что Был маленький Склад Они делали Это все На маленьком Складе Вот это Здание Был маленький Склад И это все Все строилось Потихонечку Потихонечку Помаленечку Я Когда Начал Заниматься Бизнесом Было В 88 Году В 91 Году Можно было В соответствии С законами Страны Создать Частное Предприятие Я его создал И начал Искать Место Для Производства И Более Судьбы Попал На это Предприятие В Люберцах Взял В аренду Маленький Кусочек Сарайчик 6 на 6 И Так Потихонечку Это предприятие Банкротилось На котором Мы взяли Этот сарайчик А мы Потихонечку Молились Богу Он давал нам Благословение Для развития Бизнеса И мы Потихонечку Выкупили Все это Предприятие Оказались Люберцев А потом Получилось Что Когда Переехали Из офиса Из Москвы Сюда То негде Было Молиться И пришлось Создать Синагогу Для Люберецких Евреев И не только Люберецких Все В этой Мере Происходит По Благословению Всевышнего И Люди Могут Быть Очень Работоспособны И не Успешны А могут Быть Очень Успешны И не Очень Работоспособны Поэтому Первое Дело Это Мазаль То есть Удача А Мазаль Удачу Дает Творец Наш Святой Благословенный И Поэтому Мы Молимся И Наш Синагога У нас Прекрасные Равины Равкан Рав Новых Мэрович Данилов У нас Прекрасная Община Мы Вместе Молимся У нас Очень Свет Большой Свет Особенно В шаббат Я чувствую Когда Приходит Шаббат Спускается Шкина Присутствие Всевышнего И Конечно Это Все Молитвы Они Никогда Известны Нашими Мудрецами Ни одна Молитва Не пропала Даром Наши Молитвы Очень Хорошо Слава Богу Мы очень Рады Принимать Всевышнего Потому что Молимся От всего Сердца И Благодаря этому Растет Бизнес Развивается Синагоги Развиваются Технологии Все Связано Но все Идет Благословение Всевышнего Главный бриллиант Этой общины То что У нас Ко всем Братское отношение Теплое Доброе Мы Как семья Ребята Которые Здесь живут Которые Были Здесь На молитве Вы их Недавно Видели Они Все Все Мои братья В первую очередь Соответственно Так как я здесь Провожу Довольно-таки Очень много времени И Я с ними Со всеми С каждым из них Дружу Частично И это часть Семьи И это Теплота Ее не отнимешь И она Она есть Она будет Да Никто не отменял Любовь К ближнему Главное Отработать В себе Ее Да Изюминка Вот это Вот Этот бриллиант Это братство Это теплота Это вот Семейная Обстановка Вот здесь У нас Все 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 по-семейному Все по-домашнему Все уютно Нету никаких Критерий Нет никаких Жестких правил Что Что-то запрещено Что-то разрешено Что запрещается Мы все Прекрасно понимаем Мы не маленькие дети И Мы все это знаем Ну пройдемте Я вам покажу Сейчас наш гостевой дом Все расскажу вам У нас очень тепло Уютно Все по-домашнему Да Все очень Все очень чисто Все аккуратно Это у нас гостевые дома Вот так же Как Можно Секундочку Можно конечно Цена урена Замечательная книга Да Это нам говорил Меламед Наш Один из наших Самых любимых Равинов Меламед Я вам даже покажу Сейчас Я эту книгу Сфотографировал Когда мы были В Астрахани Цена урена И он говорит Что это Эту книгу Должен прочитать Каждый Робенсин И даже необязательно Евреи Чтобы понять Как устроено Это самая база Цена урана Да Это действительно так Вполне возможно Есть еще Мидрэш Вот Такая же Противоположная Можно так сказать Книжка Почему она доступна И она рассказывается В виде притч В виде сказок Нет там Никакой строгости Поэтому она легко Дается Памятный подарок Строжества По случаю Бармитцевы Франка Авишая Сына Эдуарда Захаряева 5 мая 14 года А я В это время Как раз У меня была Бармитцева Я первый раз Пришел в синагогу Летом 14 года Осознанно Да Это подарок От Сына Эдуарда Шпиловича Была Бармитцева И эти книги нам подарили Да Это очень замечательные книги На самом деле Почему я говорю Они легко доступны Они легко понимаются И На самом деле Не нужно Для начала Заходить очень глубоко Потому что Нам говорил Шалом Лазар Равин Сочи Он говорит Когда начинают Люди читать Все подряд В голове Получается каша Ну да Да Надо потихонечку По ступенечке Но вот это база Действительно Да Я не против Я согласен Я согласен Есть наша святая Тора Которая Тора Тора Которая Не каждому Дана Чтобы он ее понимал Не каждый Ее может Расстрактовать Расшифровать Понять Там Очень много Комментаторов Очень много Всяких 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 Знатоков Торы Которые могут Правильно Преподнести ее Главное Правильно Говорить На самом деле Тору знают Очень многие А правильно Преподносить ее Не у каждого К сожалению Получается Пойдемте Я вам дальше Покажу Это вот Наши гостевод Пожалуйста К нам Приходят С детьми У нас И игрушки Пожалуйста И гладильная доска И холодильник Общественный Пожалуйста Это комната И таких комнат У нас Четыре комнат Таких Да Где можно Заселиться С детьми Приехать У нас есть И детские кровати И детские манежи Детские стулья Для того Чтобы ребенок То есть Не чувствовал Никакого дискомфорта Чтобы родители В первую очередь Чувствовали Шаббат Пока Из 20 Или 30 Общин Которых Мы побывали Подожди Какие 20 30 40 40 Из 40 Общин В которых Мы побывали Это единственный Такой Гостевой дом Такого Масштаба Были в Любавичах Там Три гостевых Домика По-моему Но В одном Ремонт полностью Закончен Но там Не столько комнат Сколько у вас То есть По сути Это огромная Огромная Гостиница На самом деле И Эта гостиница Готова принять Евреев На шаббат И Да Семьями С детьми Пожалуйста В любое время Милости просим И что важно Не на коммерческой основе Нет конечно Абсолютно все бесплатно Достаточно позвонить И уведомить Главное это сделать В начале недели Чтобы Мы все понимали Что у нас будут Определенные гости И определенное количество Мы гостям всегда рады Вот наши комнаты Это на 4 человека Это первая комната Вторая комната На 3 человека Это на 2 человека Четвертая комната У нас Располагает Места на 6 человек Пятая комната То же самое На 6 человек Так что Заглянуть Какие-то закрыты В каких-то Сейчас ребята живут Да И да Гости какие-то Постояльцы Это у нас кухня Санузлы Ванные комнаты Кухня Для Детей Шаббат Чтобы дети Дети голодные Не оставались Мамы Могут зайти Приготовить Там подогреть Там приготовить Конечно же нет Да Подогреть Еду определенную Стоит плата И все условия Шаббатные Чайник Кулер Соответственно И сладости И фрукты Постоянно На столе Заметьте Все абсолютно Бесплатно Господа Так что Это очень важно Очень важно И мы всегда рады гостям Да Милости просим Как я до этого сказал Главное Позвонить заранее И сказать Что мы будем Вот мы такие-то Такие-то И мы будем У меня был офис На Таганке Я молился В синагоге На улице Архипова Очень много лет Молдился В святой Псене Дуры Вера В Гедалии В шестак Мой близкий друг Мы с ней И потом Я понял Что У меня Исследовательский центр Бог дал здесь И производ здесь Я понял Это неразрывно Невозможно Управлять Эдюзу Москвы Я решил Поехать Собирались Два-три Человек И даже На шабаты Не удалось Создать А потом Потихонечку Мы Стали К нам Народ стал Тянуться У нас В синагоге Очень важно Хорошая кухня Я вам скажу Мне Исаак Абрамович Об этом сказал Если у тебя Будет хорошая кухня У тебя всегда Будет много народу И У нас Очень хорошая компания Вот наш Равин Новохмерович Он Следит за кухней И У нас Превосходная еда Очень вкусная Может быть Попробовали Вам Наверное Понравилось И К нам идут Что нужно Чтобы люди Пошли в синагогу Теплая атмосфера И Вкусная еда И теплая атмосфера У нас Прекрасный Равин Равканон Большой Ученый Мудрец Торы У нас Новохмерович Ведет Такие молитвы Какие Просто Душа радуется Каждое слово Слышно Все На все Благословения Отвечаем Слава Богу С Божьей помощью Пожалуйста Проходите Это у нас Мужская Миква Вначале У нас Миква Для посуды Да Абсолютно Все По всем Статистикам По всем Канонам Сделанное Правильно По Всем Еврейским Законам Мы первый раз Из 40 Общин Чтобы Отдельно Миква Не Это Да Это Пожалуйста Благословление Для Миквы Это Неотъемлемая Часть Как Так сказать Нашей жизни Потому что Новую посуду Очень важно Кошировать Барух 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 Атта Аданай Логайна Малаха Алама Шарки Дышан Бену Цветов Циван Ал Твилат Килим А в скобках Написано Килим 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 Это одно Килим Это два И вам Сейчас Стоит Сказать Барух Барух Шем Кевот Малхуто Леолам Ваид Это Чтобы Браху Не Произносить Напрасно Так как Вы Произнесли Имя Всевышнего Вот Пойдемте Я вам Покажу Нашу Мужскую Мику Пожалуйста Вот Здесь У нас Всегда На самом Деле Чисто Аккуратно Убрано Тепло Да Очень Очень Часто Ребята Приезжают С удовольствием Прямо Перед Шабатом Она у нас Каждый день Работает Каждый день Функционирует Пожалуйста Дождевая Вода Бассейн Колоссальная Работа Была Сделана С этой Миквой Ставил Нам ее Вот И Стоит У него Разрушение Его Смеха Это Равшнеур Залман Кан Да Это Один Из Даянов В России Во всяком Случае Который Нам Помогал Это все Делать Да Так что Ну Так А вот Тот Резервуар Тот Резервуар Для Дождевой Воды А вот Это Так Назваемый Тощий Бетон Да Который Да Сама Миква Вообще Сама По себе Должна Заполняться Естественным Путем То есть Она должна Даже протекать Не по какому-либо Кафелю Или по какому-либо По какой-либо Окрашенной поверхности Типа по земле Да Она должна Протекать По естественной земле По естественным путям И соответственно Тут Посередине Нет никакого Кафеля Как вы видите Нет никаких красок Даже Даже наша Люберецкая вода Вот дает о себе знать Со своими Присадками Железными И даже Бетон Должен быть Особой Марки Чтобы больше Было песка Чем бетона Да Чтобы это Как бы Как земля Была Да Очень-очень важно Чтобы это было Естественным путем Не искусственным Потому что Очень много Искусственного Мы и так Все миквы Так оборудованы На самом деле Дождевая вода Как-то же собирается В этот резервуар Она как-то же попадает Соответственно Это все попадает Естественным путем Над гостилым домом В котором мы сейчас Были Там есть Специальный слив Да Который Да И подает Дождевую воду Либо талый снег Либо талую воду Все Поступает Все в этот резервуар Куда Который Соединяется С нашей Миквой Да И То бишь Это все Подтверждает Все правильность Этого Этого процесса Ну что господа Пойдемте Я вам покажу Женскую мику Которая Играет Очень большую роль В нашем В нашей жизни Да Потому что Наши женщины Все святые И они все Прекрасные И должны Всегда оставаться Чистыми И святыми Это наша Женская Миква Бахилы не нужны Мы протрем Ничего страшного На самом деле Мы сюда Не заходим В обуви Даже вот Наш вот Сотрудник Который Постоянно Каждый день Очищает воду Каждый день Набирает ее Привет Володь Набирает Чистую воду Вот пожалуйста Она кристально чистая Да Женская Миква Она Намного уютнее Намного приятнее Да И тут пожалуйста И диванчики И столы Полотенце Все Все чисто Все аккуратно Так что Очень-очень часто Посещаемая Миква Да Это очень важно Соблюдение Семейной чистоты Это один из важнейших Факторов Иудаизма Какая сложная Система Да Важная Очистки Фильтрации А можете рассказать Немножко Вот что сейчас происходит Попросили просто Женщины Которая прибудет Самая Нагреть воду Баланит Его просит Постоянно Каждый день Он меняет воду Я меняю воду Да И набираю И поднимаю Температуру воды А вот там Это какая вода Это фильтр Это все Что изнутри идет Фильтрация идет Только пометить Внутри А какая температура Считается комфортной Ну она просит Где-то градусов 36-37 То есть температура тела Ну да Для женщин Мужская Немножко пониже Потому что Спортивно В бассейне Это где-то 24 градуса В детском Посредине Но женщина Просит потеплее Допустим Александр Самойлович Он просит По прохладнее воду Да Мужская Она бывает У нас Умеренная 31-32 Вот так Умеренная А женщины Потому что Сейчас зима Холодно Они просят Немножко потепление Ну женщины Святые Да Все правильно Все правильно Враты слова Спасибо большое Да пожалуйста Гостевой дом У нас Отличается От общежития Тем что В гостевой дом Приезжают гости На несколько дней На шаббат На емтовые Даже на холямоиды А общежития Это где постоянно Наши ребята Живут Наши постояльцы Которые поддерживают Нам меня Правильно ли Я понимаю Что Гостевой дом У нас На дни Находится Все верно А общежития Это вот Прямо по дворе Одноэтажные Таунхаусы Все правильно Все правильно Одноэтажные Таунхаусы Покажите Да Пойдемте Пройдемте Я вам все Покажу Конечно Пойдемте Мы сначала Стали приглашать людей На шаббат Потом появились люди Которые хотят Здесь учиться И им сложно Откуда-то ездить И Они здесь поселились Мы сели Для общежития По дому Места не хватает Мы сделали Микву Вслед за Миквой Получилось Необходимо Сделать гостиницу У нас женская Миква Мужская Миква Миква для посуды Хорошая Большая гостиница Можем принять Параг Молностью Шаббат Приходят в гости Уже без Без предупреждений Я позвонил Александру Самововичу С Александром Самововичем Я познакомился В городе Железноводске Я там Работал Машгехом Там Санаторий Кошерный есть До сих пор Да Под руководством Анатолия Николаевича Да Санаторий называется Рафаэль Замечательное место Очень Очень красивое Очень хорошее место И Александр Самовович С супругой Сарой Приехали туда Да Погостить И Вот мы с ними Познакомились И Переехав Жить обратно В Москву Я Позвонил В пятницу Александру Самововичу И он Мне даже Я даже не успел Ничего сказать Обычно Когда человек О чем-то просит Это какое-то Мало Много Какое-то Унижение Да Он даже Не дал мне Что-то Сказать Он мне сам Начал задавать вопросы И сам же отвечать на них Где ты Ну Я говорю Я в Москве Все Я тебя жду на шаббат Да И Я пришел сюда И Он мне Предложил Совместную Работу В синагоге Соответственно Без его помощи Мы Не справимся Он тоже Нам помогает В работе Синагога В ведении Работы То что происходит Вообще В синагоге Да Он конечно же В курсе всего И Его помощь Очень важна Для нас Да Вплоть до Поддержания Меня Вот так Я попал В эту Святую общину Бейт Марина Для меня Она очень Святая Потому что Я здесь Провожу Большую часть Своего времени И учеба И молитва И Все вместе Взятые Да Это очень Сильно Помогает Встать Заново На ноги Очень Вдохновляет И стимулирует Идти дальше Пойдемте Я вам покажу Наши Тут Апартаменты Так сказать Да Общежитие Да Где можно Где живут Тоже наши Постояльцы Пожалуйста Очень уютно Очень комфортно Со своими Санузлами Со своими Ванными комнатами Пожалуйста Двухэтажные Кровати Здесь Все тепло Да Все Все тепло Все аккуратно Все чисто Всегда Все убрано Везде Шаббат 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 Книжки по шаббату Это детский Шаббат Правильно ли Я понимаю Это люди У которых Есть какие-то Жилищные проблемы К сожалению Да К сожалению Да У кого-то Из них Да Кто-то Кому-то Здесь удобно Жить Да И к сожалению У каждого Да Своя жизненная ситуация А сколько Максимум по времени Здесь Жил один человек Здесь живет Дольше всех Один из Людей Это Шая И Шаяу Такой С пейсами И Даниэль Тоже долго живет Уже Наш Даниэль Который С нами Ходил Это сколько Ну Лет пять Точно Если не больше А И Шаяу И Шаяу Больше Чуть И Шаяу Чуть больше Да Сейчас мы У нас начнется Молитва Минха Да Правда Мы уже На нее и опаздываем Да Ну Это все К лучшему Так что Мы Ничего Плохого Не делаем Всего Обладя Да Тогда бежим Да Да Пойдемте Да Пойдемте Конечно Пойдемте Пойдемте Здесь санузел Очень тепло Даже несмотря на летние стены Да Здесь высокая температура В батареях И даже То что открыты окна И открыта дверь Не вымораживает помещение Да И никого собственно не вымораживает Да Очень-очень правильное отопление Кабина, санузел Все тепло Все чистенько Уютненько И клюшки в углу Да Класс Да Для детей Конечно Все для детей Таких домиков Раз Два Три Четыре Пять Шесть 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 домиков Да Тот дом не ваш? Нет Это уже не наша территория Это другая Другая промзона Это часть другого завода А давайте возьмем Да Конечно Конечно Потому что времени Конечно Смотрите Что нам стоит дом построить Нарисуем Будем жить Давайте так Вот этот дом Вы заберете Да А здесь будет Открытая веранда Ресторан Обязательно Здесь как раз таки Раньше была Летняя беседка Благодарю вас Летняя беседка Да Потом ее оборудовали Под 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 такие комнаты С удобством Чтобы Ребятам было где жить И ночевать И так далее И тому подобное Кирилл Ты понимаешь В чем Золото И в чем Бриллиант Этого места Я думаю В Микве В женской В мужской И в Сеферторе Нет? Не только Ну мы в конце Об этом скажем Да Смотрите Там гостиница А здесь летняя веранда Ресторан Да С божьей помощью Почему нет? Конечно Пойдемте Пойдемте в синагогу Я вам покажу ее Пойдемте Сейчас у нас будет молитва У меня прям настроение Поднимается Слава Богу Слава Богу Слава Богу Чтобы всегда пребывали в радость Бейт Марина Посвящена Светлой памяти Дорогой и праведной Женщины Марины Бат Шламо Синагога построена Для поднятия душ Марина Бат Шламо Шмуль Бен Сруль Туба Бат Герш Фрима Бат Лейб Герш Бен Йосеф Сруль Бен Авраам Ципа Бат Авраам Шлома Бен Мэйр Наталья Бат Максим Розалия Бат Яков Максим Бен Исак Хана Бат Шмуль Мэйр Бен Бен Цион Гриша Гриша Бен Шмуль Да Зихрано Левраха Это первая Александра Самовича Супруга Дальше идут Родители Отец Мать И дальше Все родственники Светлая память Светлая память Всем Да Пойдемте Мои родители Папа мой Родился в местечке Снитков Винницкой области Его родители были кулаки Очень богатые люди Во времена Сталинских репрессий Их раскулачили И Они очень сильно Соблюдали все Туру и заповеди Они так сильно Соблюдали И в итоге Они Трудно было Содержать семью Когда их раскулачили Мой папа В 14 лет Пешком Из Винницкой области Ушел в Одессу Чтобы зарабатывать Деньги на пропитание Потому что Мои Бабушка и дедушка Не могли Прокормить Четырех детей И мой папа Пошел в Одессу Там он устроился На работу Фрезеровщиком И Потом пошел В армию Его забрали в армию Когда ему было 19 лет После этого Началась война И он Пошел Служить в армию Воевать против фашистов В 43-м году Попал В плен Трижды бежал Из концлагерей И попал В концлагерь Бухенвальд В итоге Оттуда тоже Ему удалось Бежать Иначе Его сожгли В печке И он Сохранил Еврейство На всю жизнь Потом Они в Москве Встретились С моей мамой Женились Родили меня И моего брата И Дай Бог Удостоились В Ганетне Папа был Очень сильный Человек Очень любил Еврейские традиции Мама тоже Родилась В городе Каменец Подольский Бабушка Местечковая была Очень хранила Еврейский дом Они тоже Соблюдали Еврейские традиции Очень сильно И Во время войны Уехали в Уацу В Узбекистан Потом вернулись И встретилась С моей папой Родили нас И дом наш Состоял Полный Любви к евреям Такая была Ахават Исраэль Просто Выше крыш Поэтому они Воспитали меня Моего брата К любви в Израиле В любви к традициям Родились мы Я в деревне Калошино Сейчас там Метро Преображенское Стадион Локомотив Там же был Еврейский квартал Потом мои родители Когда мне был Один год Переехали В Первого поля Там тоже был Еврейский квартал Я До 11 лет Рос В Еврейском квартале Родители Жили только Еврейских кварталов До тех пор Пока этого было возможно Хоронили Еврейские традиции Бабушка Покупала Курицу На базаре Привязала Ее к ножке Стола На террасе Потом Водила К шойхе То это Курица И вот так Мы Да Там я вырос Пойдемте К нам В синагогу В нашу Святую Синагогу После Нашей Святой Молитвы Минхи Да Расскажу Вам Представьте Представьте Сейчас Да Конечно Это Наш брат Это мой брат Адам Давыдов Родом Из Нальчика Который Приехал На несколько дней Ко мне в гости Может даже На неделю Который Тоже Дополняет И помогает Нам С Миньяном С Божьей помощью Потому что На самом деле В промзоне Как Даниэль До этого Сказал Да Как Даниэль Сказал В промзоне Найти Еврея Чтобы Собрать Миньян Это не просто Так Да Поэтому Всевышний Благословил Нашу общину И он любит Нашу общину И он всегда Нам посылает Правильных Людей Да Вот в этот раз Вас тоже Послал Чтобы Вы Рассказали Про нашу общину Религия Пришел Уже Более Самосознательно Сам Сам по себе Без кого-либо Родных Но Я понимаю Что это не я Сам дошел До религии Всевышней Построил мой Путь так Чтобы я К этому Пришел Это Произошло В Нальчике Благодаря Раф-Леви Шабаеву Равину Города Нальчика Равину Северного Кавказа И я Приехал сюда Учиться В Ешиву В Ешиву Подмосковье В Софрино Ешиватом Хэтмимин Любавичи Я там Проучился Четыре года Я очень Благодарен Всевышнему За то Что он Мне предоставил Такую возможность Прекрасные Учителя Я сказал Я сказал Да Я хочу Работать Почему Нет Он Говорит Ну Тогда Приходи В пятницу Будет Один Человек Поговорите С ним Я Пришел В пятницу Они Говорят Сейчас Суббота Началась Мы В субботу О делах Не говорим Придешь Говорят Завтра Я Пришел Завтра Суббота Еще Не Закончилась В общем Вот Это Мой Был Первый Шаббат Такой Хитростью Но Они Меня Взяли Этот Человек Он Занимается В Москве Пардесс Магазин Иуда Давыдов Его Дядя Исроль Давыдов Пригласил Меня На Шхиту Заниматься Кошировкой Печени На Мангале Забой Там Я Познакомился С Равканом С другими Можгехами Они Мне Все Начали Говорить Что Мне Надо В Ешиву И Туда Я Съездил Три Четыре Раза На Такую Шхиту Каждый Раз Я Видел Разных Раввинов И Они Мне Все Говорили Что Мне Надо В Ешиву И Я Спросил Рафлеве Что Такое Ешива И Почему Мне Туда Надо Мне Сказал Что Ну По Возрасту Может Быть Уже Поздновато Тебе 29 Лет И Жениться Пора Ну Давай Если Хочешь Рэба Сказал На Год Нужно Я Поехал На Год Вешиву Софрино Я Приехал И Этот Год Продолжается У меня До Сих Пор Отучившись Четыре Года Софрино Я Начал Путь Со Шхиты Захотел Шхиту Она За Период Процесса Учебы Я понял Что Шхита Это Не Мое Да И Ну Уча Законы Шхиты Я Ничего Не Потерял Я Учил Тору Но Заниматься Этим Я Не Очень Хочу Вот А Сюда Я Приехал В гости На Шаббат И Шаббат Продолжается До Сейчас Вот Наша Святая Синагога Наши Книги Пожалуйста Начиная Талмуда Вот Вавилонский Талмуд Здесь тоже Вавилонский Талмуд Здесь А давайте Покажем Иршалми Да Конечно Покажем Конечно Покажем Пожалуйста Это Масехет Суккот Да Это Все Аллахот Касаемо Праздника Суккота Который Был у нас Буквально Недавно Да На самом Деле И Тут Очень Много Очень Много Вот Прям Как Постройка Должна Эти Все Размеры Все Абсолютно Как Правильно Это Все Строить Талмуд На самом Деле Это Инструкция Для Жизни Наша Письменная Тора Это Наши Законы А вот Талмуд Это Мишнабрура Пожалуйста Это Талмуд Иерусалимский А это Талмуд Вавилонский Наверху Тоже Вавилонский Талмуд Да У нас Даже Игрот Кодыш Есть Даже И Микрод Долот Пожалуйста У нас Шуханарух Да И вот Сколько Очень много Книг Нам Недавно Буквально Подарили Это Семья Волохова Подарили Вот этот Шаст Михаил Волохов Да Он самый А Раби А вот это Что за книжка Какая Это тоже Талмуд Право Еще Право Смотри Эту книгу Давайте Посмотрим Что это За книга Это тоже Талмуд Это тоже Талмуд Это Масахат Шабат Да Очень Все Интересно На самом Деле Было бы Время Если Как Мой брат Адам Говорит Если Начать По одному Листу Изучать В день То за Семь лет Можно Закончить Изучение Всего Талмуда Изучать А не просто Вот так Прочитать То есть Да Я Нет Это Это Не Работает Да На самом деле Работает Когда Человек Может Ответить На Вопросы Да Вот Мишнабрура Пожалуйста У нас Есть Все Своды Закона Пожалуйста Вот Мишнабрура Еще Ликутей Тора Очень Очень Много Познавательных Книг Очень Много Да С Божьей Помощью Мы Еще Пополняем Нашу Библиотеку Да Это Наш Святой Арон Да Это Старые Книги Нам Их Подарили На самом Деле Они Как Мне Один Равин Рассказал Что Ну Ох Это Деньги Но Не В России Заграницей А Заграницей Эти книги Вывозить Не Получаются Поэтому Они Как Реаритет У нас Тут И Лежат В основном Это Махзоры Махзоры На праздники На разные Празники Да И Очень Такие Старые Старые Прям Книжки Да И Ну Тут У нас Все Ребята Которые У каждого Свою Стол У каждого Своё Место Как и Положено Как и Должно Быть Синагоги Своё Намоленное Место А где Ваше Место Моё Место Вот Вот здесь Да Моё Место Вот здесь У окна Да Да У окна Постоянно Сейчас Адам Конечно же Здесь сидит А в основном Я здесь Сижу Рядом Постоянно Удобно Чтобы Похазанить Зор Акадош Да Это Зор Акадош Это Место Нашего Уважаемого Александра Самовича Да Вот здесь Он сидит Да Он здесь Сидит Молится Тоже Здесь Слава Богу Поедающий Хлеб Грусти Да Охалей Лехем Ацевим Которые Едят Хлеб Грусти Спрашивают Что такое Отвечают Когда Если Человек Детят То хлеб Есть в радости И желанием Сердца Тот У кого Нет детей Есть Хлеб Грусти Хлеб Это Одно Из названий Устной Торы Амин Ахом Закуба Да Я покажу Вам Смотрите Какой У нас Тут Сейф Сейф Прям Да Вот Наша Святая Тора Написанная В честь Святой Женщины Марины Это Первая Супруга Александра Самовича Как я Вам И сказал До этого Да К сожалению Пока Одна Тора У нас С Божьей Помощью Будет Три Так как Полноценно Должно Быть Три Сифер Торы Да С Божьей Помощью Сифер Тору Заносили Очень Просто У меня В свое Время Еще до Открытия Синагоги Было Написано Три Святер Торы Одна Находится В общине Дора Ви Одна Находится В Великой Святой Тверской Общине Одна Находилась В синагоге Малаховке Которую Я очень Любил А мы Очень Дружим С этой Синагогой И Когда Построили Эту Синагогу Эту Святой Тору С большим Удовольствием И Вот Слава Богу Она Сейчас Работает Это Свиток Автород Это То Что Читают После Завершения Чтения Недельной Главы Почему Он Выглядит Как Наша Святая Тора Да В такой Шкатулке Красивая Такая Аккуратненькая Да Потому Что К сожалению У нашего Народа Было Время Когда Когда У нас Забрали Все Торы Нам Запрещали Читать Тору Автород Не Забрали Автород У нас Были Поэтому Автора Нам Заменяла Нашу Святую Тору Пока Да Пока Этот Закон Действовал Автород Это Книга Невиим Книга Пророков Да Она Тоже Делится На Недельные Главы У каждой Недельной Главы Есть Своя Автора Соответственно По Нусуху Ашкиназим Одна Иногда Бывает Автора По Нусуху Сфарадим Другая Бывает Иногда Бывает Все Одинаково Тоже Как-то Вот Так Все Мудрецы Наши Распределили Это Женская Часть Нашей Синагоги Очень Удобная С той Стороны Видно Конечно Что Здесь Происходит Потому Что Пространство Побольше А С этой Стороны Там Особо Не Видно Кто Там Есть И Как раз Так И Должно Быть Во Время Молитвы Нежелательно Видеть Женщин Чтобы Была Какая-то Сосредоточенность Была Во всяком Случае Колона Так Называемая Кто К вам Приезжает На Шаббат И Что За Люди Из Каких Концов России Из Каких Концов Москвы И Может Быть Мира К вам Приезжают Расскажите На самом деле Очень Много Народа Приезжает Контингент Разный Да Начиная Горских С Фарадим Да Заканчивая Там Литаим И Братья Хаббатники И Грузинские Евреи Бывают И Бухарские Евреи Бывают Да То есть Это У нас Община Всесторонняя У нас Нет Определенного Течения Если Вы Заметили Что Когда Я Хазанил Я Хазанил По своему Нусуху По Сефарски Как Я И Привык Да Если Хазанил Адам Он Хазанил По Хаббатски Да Если Быха Занял Быха Рамойши Да У нас Еще Есть Рамойши Он Быха Кац Да Рамойши Он Быха Занял Быха Потому Что Нет Не Поставлен Можно Можно Подумать Об этом Тоже Потому Что Один Из Равинов Который У нас Постоянно Бывает Каждые Две Недели Он Приезжает Помогает Нам Вести Общину И Учится С нами И Учит Нас Конечно Очень Выдающийся Человек Очень Выдающийся Равин Как Я Сказал Один Судей Российских Да Бывает На самом деле Интересно Поэтому Приглашаю Вас Тоже Обоих И Не Только Вас И Зрителей Тоже Пожалуйста Милости Просим Достаточно Позвонить И сказать Что Вы едете И какой У вас Состав С детьми Вы Не без Детей Один Муж Жена Чтобы Понимать Кого Куда Расселять Чтобы Всем Хватило Места С Божьей Помощью А правда Что Кац Это Коинская Фамилия Я слышал Может быть Да Я тоже Так Слышал Я тоже Так Слышал Что Кац Да Что Коинская Фамилия Я слышал Еще Про Фамилию Ашурова Тоже Что Это Тоже Были Коины И Коган По-моему Коган Это Мамаш Коган Это Прям Прям Мамаш Прям Прям Да Александр Апопорт Актер У Александра Апопорта Сложная Судьба Была Он же Был Исполняющим Обязанности Главного Психиатра Москвы И его Заставляли В связи С Заниманием Такой Должности Как-то Неугодных Отправлять В дурку И приписывать Им Какие-то Заболевания Он отказался Это делать Ему Придумали Какое-то Уголовное Преследование И там Посадили На 5 лет За это За то Что он отказался За то Что он отказался Подлогом Врачей Отсеивать Людей Вы знаете Что он Нелегально Тогда В советское Время Пересек Границу Чтобы Спастись Его Предупредили И вывезли Эвакуировали Он нам Правда Не признался Какую Границу И кто Его Эвакуировал А он На лодке Переплывал Реку Пересекал Границу Я думаю Что Финляндию Ух ты Да Вполне возможно Почему нет Может и Финляндия Может и Каспийское море Может Может и Каспийское море Все может быть Все может быть Да Наверняка За историю Российской таможни Со стороны Каспия Был Наверное Еврей Главный таможник Может быть Почему нет А за историю Вашей синагоги Кто у вас отвечает За историю Пойдемте Я вам расскажу У нас там висят Выдающиеся люди Портреты Ну Насколько я знаю Это Раф Хаем Да Его звать Это наш Выдающийся Раф Шнеур Залман Кан Пожалуйста Да Это наша Община Весьминиан Вот раз Раф Мойше Чернобыльский Рэбе Да Соответственно Александр Самович Тут и Йоси Гаврилов И наш председатель Альфред Гарич Да Это вот И Это Это Боря А председатель Председатель Вот Альфред Гарич Да И Тут Вот наш Даниэль Пророк Пожалуйста Да Это очень Это помощник Это помощник Чернобыльского Рэбе Да Он еще молодой Здесь работает Ну да Там фотография Чуть-чуть Она другая Здесь она Посвежее Как будто Это лет 10 назад Может быть Да Нет Ну лет 7 назад Ну пророк Еще молодой 7-8 Да Ну пророк Да Еще молодой Да С этой стороны Равгидалия Шестак Да Это Это Община Дор-Равии На Китай-городе Да Это Соответственно Александр Самович Это Главный Равин Берлазар Да Это Председатель Попечительского Совета Нашей Общины Это Юра Каневский Да Авраам Шмуэль Это Опять-таки Наш Даниэль Да С галстуком Да Видите Какой галстук Это Александр Самович С чернобыльским Рэбе Да Когда он Его Провожал Это был У нас Прихожанин Такой Очень Скромный Правильный Дяденька Которого К сожалению С нами Нету Ветеран Великой Отечественной Войны Да И один Аносец И у него Очень Такая Судьба Да Это Михаэль Да Тоже Член нашей Общины С этой стороны Рав Давид Юшваев Это Тоже Рав Мойши Да А это Выдающийся Человек Наш Друг Друг нашей Общины Друг Александра Самуловича Это дядя Леня Дядя Леня Акадош У него Святский Фамилия Да Лен Добралович Это Это Очень Правильный Очень Очень Такой Ревностный Религиозный Человек Ну За добрый Да Да Очень Да Он Спортсмен Он и спортсмен Он и мастер спорта И по борьбе И по вольной борьбе И по боксу Тоже Да Очень Очень Добрый Человек Да Очень Очень Хороший Человек Это Наш Многоуважаемый Тоже Равин Адольф Шаевич Наш Главный Равин России Да И Дальше Идут Это Большие Мудрецы Торы Да Это Тоже Александр Самович Тоже Наш Прихожанин А это Альфред Гарич Тоже С своей Семьей С своей Мамой С младшим Братом Тоже Дальше Пойдемте Я вам Покажу Нашу Трапезную Где мы Проводим Шаббаты Где мы Трапезничаем И в будний День И в шаббат Где у нас Бывают Очень много Гостей Так что Пойдемте Пожалуйста Вот это Наша Трапезная Да Александр Самович Здрасте Здрасте Очень приятно С вами познакомиться Я Эзра А я Александр Здрасте Мы очень Много О вас Наслышаны И очень Приятно Познакомиться С вами Лично Да Спасибо за то Что нас Впустили В свой храм И Рассказывайте Зрителям Как у вас здесь Прекрасно Это не свой Это храм В худо Синагога построена Для того Чтобы евреи Люберцы Могли Смолиться 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 Богу Учить Тору Служить Богу Освещать Мир Заповедями С Божьей помощью Вот у нас есть Равин Новых Мэрович Есть у нас Равин Арфкан Они преподают Нам помогают Вести молитвы И освещать Наши Наши Знанием Торы Скажите Пожалуйста А вы Смолаховскими Как Кубинские Сбакинскими Или Как Солнцевские Слюберецкими Мы Смолаховскими Как Лучшие Друзья Они к нам Приходят Мы к ним Приходим А вы знаете Что у них С некоторых пор Супер Колбасу Производят В Малаховке Не знаете Рулетики Куриные Есть даже Это на Раменском Яскомбинате Нет В Малаховке Там отдельный цех Есть мясной А интересно Нет не знаю Я знаю что есть цех Но я не знал что там Такую вкусную колбасу делают Да А в Шалум Делают И Юзов А молодцы Да Я думал Это они на Бронной делают Ну Я не знаю Это секрет или нет Товарищ Телезрители Но если что Я вам ничего не говорил Да Но у них В Малаховке Тоже есть мясной цех Ну слава богу Чтобы им процветание В этом деле Кормить евреев Кошерной едой Мы немножко прогулялись По вашему заводу Мы успели прогуляться Да Там стоят Какие-то камазы Какие-то Огромные бочки Какие-то Огромные сооружения Леруа Мерлен Это тоже ваш Нет? Пока нет Но мы планируем Там разместить Производство Кстати говоря Леруа Мерлен Это не один человек Это Леруа и Мерлен Да Это Адольф Леруа Молодец И Роза Мерлен Они в 23-м году Сочетались с браком И все рухнуло у него А ему Роза Мерлен говорит Адольф Говорит Все будет хорошо И все стало хорошо После Первой мировой войны А после Второй мировой войны Перед Второй мировой войной Они начали заниматься Начали заниматься Всякими военными Там вещами Оружием Которое было на складах Никому не нужно И они начали им торговать И когда началась война У них все отняли Все магазины Все-все-все-все рухнуло И ему Роза говорит Все будет хорошо Все будет хорошо И они построили такую империю Потому что Роза всегда говорила ему Все будет хорошо Все будет хорошо А у вас был такой человек Есть такой человек Который говорит Все будет хорошо Да, конечно У меня есть семья Семья помогает У меня здесь Они полностью мне Помогают во всех моих делах Мне уже будет 70 лет Через несколько месяцев Мне уже трудно Так управлять эффективным бизнесом Как раньше Помогает Бог дал нам дочку Ее зовут Лена По-еврейски Лея У меня очень хорошая семья У меня две прекрасные внучки Они такие просто Необыкновенные Подарок с небес У меня необыкновенная дочка Подарок с небес А мой зять Управляется с этим бизнесом Я занимаюсь Наукой и развитием А управлением Занимается он Вот они здесь недалеко На шаббат У нас здесь прекрасная синагога Но какую-то еду Все равно Моя дочка присылает Мне из дома Она здесь на шаббат И У меня прекрасная семья Я счастлив в той семье Которые мне даны У меня И жена Которая обо мне заботится Очень сильно И я благодарен Богу За все Что он мне дает Он мне дает Это самое лучшее А правда что Вы все начинали с нуля Чуть ли не с одной бочки В которой там мешали Пробовали Лаборатория Там тестила Нам Равина сказал Все начинали Все начинали Как бы Практически вручную И все Чистая правда С жестяного сарайчика Начинали 6 на 6 Там сейчас кабинет Начальника производства Мой ученик С 88 года Со мной идет Уже даже полосил От напряжения И мы с ним Действительно Начинали с бочки Палочками шали Электродвигатель Достать не смогли Это было В 91 году А с ним Начали мы С 88 года И потихонечку По мере Молитв Всевышнего Нарастало благословение И мы потихонечку Умножали молитву А Творец Умножал нам Нашу производственную мощность Но не факт Что завод работает На синагогу Но и синагога Работает на завод Не Синагога работает На завод Есть знаете Например Два ресторана В одном Ходит Задрипанная одежда А в другом Во фраках Официанты А в том Задрипанной Одежде Там Клиентов Не знают Очередь записывать За неделю А тот Который Во фраках Стоит Людей нет Почему Мазаль Браха Поэтому Мы молимся Здесь На первом Этаже На второй Этаж В офис И на производство Поднимается Благословение И таким образом Бизнес Расширяется И развивается Прямо Профессионально Вложенным Средством Развития Служения Худо Нашего Творца Благословенного По меру Этого Развивается Бизнес В 71 Году Я поступил В Московский Автомеханический Институт Закончил Его В 76 Году По распределению Попал на работу В Институт Гос.Нити Специализировался В области Двигатели Строения Моторостроения Защитил Там Кандидатскую Диссертацию Когда начался бизнес Некоторое время Продавал Свои технологии Которые Создал В этом Институте В области Машиностроения Моторостроения Потом Этот бизнес В стране Рухнул Машиностроительный Поскольку Поскольку Я был знаком Немножко С маслами И присадками То Рисыл Что Стоит Поискать Счастье В области Смазочных Материалов Потому что Это как-то связано С нефтепродуктами Я не знал Что это такое Пошел Три месяца Сидел В библиотеках Потом Начал работу В этой области С Божьей помощью Бог удостоил меня Достичь некоторых знаний Зачитить Кандидатскую Докторскую Диссертацию И С Божьей помощью Благословению Удается как-то Развивать Эти области Знаний И создать Серьезный Научный центр Богу было угодно Чтобы Бог был создан И так Мы работаем У меня прекрасная команда Бог дает мне Хорошую команду С этой командой Мы создаем Современные технологии Которые Не уступают А иногда Превосходят Западные технологии Это наша трапезная Как я вам и сказал Да Вот Куда я вас и Попросил пройти Здесь у нас проходят Шабаты Праздники Столы бывают Забитые Все сидят Дружно Весело Да Бывает и Соответственно И лихаем Вот пожалуйста У нас там Свечи постоянно Перед шабатом На праздники На емтовые Наши женщины Зажигают свечи Вот отдельное местечко Такое Аккуратненькое С подсвечниками Да Трапезу у нас Проходят Во главе С раввинами С ведущими Кто ведет трапезу Соответственно Да Ну как и положено Да Кидуш Омоции Раби А если Сын Не женат Пришел в синагогу А Мама Дом зажигает Свечи Ему обязательно В синагоге Шабатные свечи Зажигать Или Нет Его мама Вывела Мама Вывела Да А Главный Ведущий Сидит вот здесь Да Как обычно Да Ведущий Ведущий Сидит здесь Значит Вот это Самые Блатные места Везде Блатные Тут на самом деле Все Бывает Накрыто Все равномерно И перед всеми Есть одинаковая еда И Одинаковые закуски Сюда ставят С первого Нет Еда 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 Раскидывается По позициям Конечно же Перед каждым Есть Все Вся еда Которая необходима Для трапезы Для шабата Для кидуши Халы У раввинов Всегда Бутылочка с вином Ставит Обязательно Да Обязательно Ну это Неотъемлемая часть Вообще Это надо? Да Бакинские? Почему нет? Я не против Я только за Соколиная охота Да Это ресторан В Сокольниках В Сокольниках Да А там Кстати Шикарный ресторан В Сокольниках В парке Кошерный А там Есть Кошерный зал Да Может быть Он года два Назад Открылся Так что Если вы хотите Кошерно Провести Провести Какое-то мероприятие Свадьбу День рождения Ну Хасвейшалом Какое-то другое Добро пожаловать Соколиная охота Слушай Тебя можно открыть? Конечно А в шаббат нельзя? Почему? Можно? Почему нет? Не знаю Кому-то можно Кому-то нельзя Главное Главное Знать Куда вы идете По какой дороге Идете По какому По каким обычаям По каким законам Каждый Мы родились С правом выбора Мы родились С правом выбора Мы вправе Выбирать Что нам делать Всевышний Нам заповедовал 613 заповедей Соответственно Мы да Обязаны Их соблюдать Но К сожалению Бывают Разные ситуации В жизни Поэтому Я ни разу Не играл в народ Можете Хотя бы Принцип показать Сейчас я вам расскажу Белые камни Как обычно Собираются С одной С одной стороны И черные С другой стороны И Не не Все в один ряд А почему камни Сейчас я вам Ну Так называются Камни Шашки Как фишки Потому что Когда-то камнями Играли Да Может быть Ну Да Может быть Черные С этой стороны Если белые Соответственно С параллельной Да Это все Да Сейчас будем Вспоминать Навыки Молодости Адам Да Начинается А вы играете Нарго С тех пор Как я начал соблюдать Я в азартные игры Больше не играю А это разве Азартная игра Ну Если играть на деньги То получается Азартная А так Это игра Для времяпровождения Есть два кубика Да Один кубик У оппонента Один кубик У другого оппонента А ваши черные Или белые Ваши Черные Мои белые Давай Вставай Можем перепутать Можем перевернуть Да Пожалуйста Да А на камень-ножницы Надо скидывать Сейчас будет Как раз таки Камень-ножницы Бумага Человек Который бросил Шестерку Либо пятерку Либо четверку Да Он начинает Первый играть Кажется так Шестерку Пятерку Четверку Да В общем Оппонент И начинает тот У кого Больше Больше Камень выпал Да У кого Выпал Больше У кого Числовое значение Камня Выпало больше Начинает играть Тот В общем Давайте Пожалуйста Бросайте Да Два Четыре Значит Играю Я С вашего разрешения Два Один Считаем Можно прям По пальцам Сколько Делает В сумме Три Раз Два Три Теперь вы Четыре Шесть А Четыре Два Пожалуйста Да Нет 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 Вот Отсюда Вот Отсюда Берем Считаем Вот Раз Два Три Четыре Пять Шесть Все верно Так Следующий Я тебе Шесть Три Показываю Да Три Да Раз Два Три Да Отсюда Шестерка Куда Идет Сюда Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Шесть Плюс Три Девять Да Да Так Можно Теперь Я Да Вот Сюда На это Поле Разницы Нет На Какое Поле А говорите Не умеет О Ты Видишь Ты Видишь Что Такое 6 плюс 6 Да, играйте Давайте, читайте 1, 2, 3, 4, 5 6 Все верно, дальше Вот этой же 7, 8, 9, 10, 11 Закрыто Закрыто, переход хода То есть шестерки ваши Никому не нужны Бывают ситуации, когда они никому не нужны На самом деле, да? Вот, 1, 2, 3 Вот эта троечка была, верно? Сейчас мне осталось сыграть шестерку 1, 2, 3, 4, 5, 6 Пожалуйста Вау, 6, 4 Пехаут, пожалуйста Мой? Да 1, 2, 3, 4 5 5, 6 6 7 8 9 10 10 Все верно Весь принцип заключается Это на самом деле Один из сложных видов Это называется Длинные Есть еще короткие Там немножко другой принцип Но Я думаю, что А победитель Что имеет? Задача сделать Всеми фишками круг И вернуть их обратно Видите? Адам меня как вот Подержал Все правильно Сделать круг Вот так вот Кидая Кидая Зары 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 Камни Сделать круг И все вот эти фишки Соответственно Бывают вот здесь Все Они пришли сюда И ваши пришли сюда Правильно? Все Они вот здесь у вас Раскинуты Правильно? Правильно Все Тихо Это интеллектуальная игра Или Это на везение Здесь раскинуты Везение И нет Тут работает и интеллект И везение Потому что Зары Они Соответственно На везение Это реальное везение А интеллект Дальше вы как можете Правильно сыграть Как правильно разложить Чтобы Сделать себе Какую-то стратегию И дальше уже Видно будет Кто победит Вот теперь кидайте Вот пожалуйста Давайте Вот допустим У вас вы все Уже принесли домой Давайте Кидайте Да-да-да Ага Вот Сейчас 6-6 Вот сейчас Как раз Это то что доктор прописал Я видел как На садологе сидят Старейшины Я даже не сомневаюсь Да Пожалуйста Главное с чаем Без чая Нарды Они не 4-2 Ну подождите Переподать А хорошо Хорошо Давай А это еще лучше 3-2 Пожалуйста Где у вас 3 Где-то 2 Вот 3 Вот 2 Все Вы эти камни Вышли Теперь выхожу я Единички Раз И три раз Если дубль То я выхожу 4 камня Если у меня нет Четвертого Соответственно Я сыграл Единичку А 3 Я вышел А 3 я вышел Если бы у меня Было бы здесь 4 Я бы вышел бы все 4 На самом деле Это очень интересное И интеллектуальное И навезение Тоже Соответственно Для времяпровождения Очень удобно А в общине Я узнал Об этой Потому что Я знаком с Нохом Давно И в том году Перед тем Как уезжать На каникулы летние Я приехал сюда И побыл у него Здесь в общине В общине Мне понравилось То что Несмотря на то Что тут Ну Как бы Постоянного Миниана нету Есть какой-то Костяк Который здесь живет Все кто приходят Их дополнять Они как будто бы Попадают в какую-то Такую Ну В ихнюю атмосферу Они Эта атмосфера Их поглощает И в этой атмосфере Как будто бы Ну К дедушке с бабушкой В деревню приехал Они тут все такие Дедушки приятные Добрые И я так понимаю Что эта община Ну Их здесь собрала Не потому что Они великие И замечательные люди А потому что Им просто тяжело В жизни И Благодаря этой общине Им есть что кушать Есть где спать И Они делают Святое дело Они Тут у них есть уроки Я был удивлен Как они разбираются Сидят Комментарии какие-то Это очень приятно Это кайфово Вроде бы Можно было подумать Ну Для чего Ну Им тут даже стипендию дают Они Очень правильно Как-то хотят Их Не забывают А тут тепло было Очень приятно И В этот раз Я тоже сюда приехал На шаббат И до сих пор Уже здесь Уже полнедели Со мной приехали Двое ребят С Яшивы Один Йеменский еврей А другой Французский еврей Они здесь почитали Тору Община кайфанула С них Они тоже Очень им понравилось Они еле по-русски Разговаривают Но они хотят сюда Приехать еще На шаббат И на праздники Когда община Вот такая Маленькая Теплая Очень Как-то Как в Нальчике Не знаю Мне как в Нальчике Здесь На Броне Тоже мне нравится Как в Нальчике В Ниоце Чуть-чуть Мне тяжеловато Я там теряюсь Через чужих много Миньянов Как вам молиться Не разберешься А что это за баночки у вас? Это наши смазочные материалы Конкретно это моторное масло Для легковых автомобилей А как это работает? Можете рассказать нам? Моторное масло заливается В двигателе машины И продлевает срок службы двигателя Можно посмотреть? Ну только они Не залиты еще А это для Мерседеса Для BMW Или для Жигулей? Наше масло подходит Для различных брендов И марок автомобилей И прямо вот на Мерседес Какой Майбах Можно залить? Можно И будет экономиться топливо? И топливо будет экономиться И будут лучшие характеристики И плюс срок службы двигателя Будет продлен Слушайте, а вот в связи с санкциями С тем, что практически Все зарубежные компании Ушли с рынка С российского То есть вы Провели импортозамещение? Да? Можно сказать? У нас собственное производство Присадок, пакетов присадок Поэтому мы независимы А вот это что? Это другая тара То есть моторное масло Поставляется в разных тарах Литр 4 литра 20 литров В бочках 200 литров А вертолет В вертолет Робинсон Заправите масло? Перед вами Перед вами Наша Аттестованная Аккредитованная Лаборатория В которой проводятся Анализы Всей нашей продукции И в связи с тем, что Она аккредитована Аттестована Это является Легитимным документом Для всех участников рынка Наша лаборатория Аккредитована Национальной системе Аккредитации Российской Федерации Аккредитуемся мы С 2006 года По сей момент Мы очень много раз Были в лабораториях Пищевых производств Где тестируют молоко Молочная продукция Не знаю Там сыр, масло, мясо Да все что угодно А И примерно Похожи Колбочки Химреактивы И так далее А вот как у вас Вот можете показать Эту присадку И что вы себе делаете Ну вот Можно показать масло Да Вот у тебя Заряжено Под анализы Этот прибор Имитирует Это пуск двигателя При минусовой температуре Определяется очень просто Как бы здесь Специальные кюветы В них заливается Исследуемый продукт На компьютере выбирается Условие испытания То есть для каждого Класса вязкости Нашими стандартами Заложены определенные Условия испытания В частности температура Ну то есть вы Создаете Специально определенные условия И проверяете Как масло будет работать Да Потому что мировой стандарт Устанавливают Предельные нормы Скажем так Вот И продукция Не должна выходить За рамки А так А познакомьте нас Главного лаборанта Все ушли домой А вот же он А Это да Наш главный лаборант Как его зовут? Ее зовут Матильда Матильда А Матильда По-моему В положении Нет Ну это такая фигура Просто хорошее питание Кошерное Да Ну тогда я Еврейский кот Уже да Еще можно один вопрос? Да, конечно Можете нам Невеждам Людям Абсолютно С Неинженерным Складом ума Объяснить Что такое присадка к маслу? Присадка к маслу Это компонент Улучшающий его функциональные свойства Ну давайте Вот это что такое? Это масло? Это? Да Это масло Автомобильное Да, образец масла У масла есть определенная вязкость Текучесть, да? Да А присадка это что? На присадку у нее тоже есть Она может быть такой же жидкой, как масло А может быть густой В зависимости от ее природопроисхождения И назначения А присадка нужна, чтобы детали мотора не изнашивались? Детали мотора не изнашивались Чтобы на деталях мотора образовывалась защитная пленка Она в процессе эксплуатации двигателя Происходит там как бы нагар и отложение И чем, скажем так, лучше масло Содержит определенные функциональные присадки Как бы присадка способствует очищению деталей двигателя Мы создаем уникальные химические продукты Для сматочных материалов на земле, на море, в воздухе и космосе Сейчас это очень актуально Когда не стало импортной техники Вот на горных разрезах На другой технике Мы создаем сматочные технологии Которые превосходят западные Они не уступают, но иногда и превосходят Это весовая В данном месте взвешиваются бензовозы Которые приходят с сырьем Или уходят отсюда с готовой продукцией Вот Где-то до 40 тонн весом А зачем вам бензин? Это не бензин А что? В танке наливается любая продукция, жидкая То есть это может быть масло, это может быть бензин Это может быть дизельное топливо Но нам приходят компоненты масла Мы покупаем Вам приходят 40 тонн бочки с маслом? Да, да Приходит 41 бочки с маслом Завешивается для того, чтобы правильно оценить достоверность документов, которые пришли И соответственно после этого дальше кладовщики уже принимают А можно я обгадаю, на какой вы машине ездите? Вы обгадаете На Вольво на белой? Нет Черт, не угадал Значит, ну вот сейчас вот здесь, если вы видите вот это вот место строительства Это наше перспективное место Мы надеемся, через полгода здесь будут стены Здесь будет оборудование, здесь будут работать люди Здесь будет выпускаться продукция гражданского назначения Фасованные масла, моторные, трансмиссионные, гидравлические, любые Я так понимаю, вот это высота цеха будет, да? Да, это высота цеха, да, это вот начало монтажа, так скажем Стоек Метров 10, да? Да, к сожалению, только 10 метров, потому что это ограничение связано с тем, что у нас тут недалеко аэропорта есть И поэтому выше строить запрещено Процесс изготовления масел достаточно простой Но он включает в себя некоторые тонкости Процесс состоит из следующих стадий Берется базовое масло, загружается в аппарат Соответственно, нагревается до определенной температуры В зависимости от того, какое масло мы делаем Потому что масла бывают моторные, гидравлические, трансмиссионные В зависимости от типа масла Базовая основа загружается в аппарат Нагревается до определенной температуры И после этого в определенной последовательности В зависимости от техкарты Загружаются присадки Все это дело перемешивается Опять же, выдерживаются определенные параметры Это температура, время в зависимости от типа масла И от номенклатуры После этого отбираются пробы, анализируются И лаборатория дает добро Готово ли масло А вот эта бочка как раз для смешивания Это аппарат, в котором смешивается масло А вы выпускаете не только присадки, но и само масло? Да То есть вы производители масла? Мы производители и присадок, и масел А какое масло вы добавляете как базовое? А в зависимости от того, какое масло нам нужно получить Ну, например, сливочное, подсолнечное масло? Конечно, сливочное, подсолнечное Мы используем масла, делятся у нас на несколько групп Масла первых групп, второй группы, третьей группы Базовые масла, так называемые, четвертой группы и пятой В зависимости от того, что нам нужно приготовить Какое масло? Моторное, не моторное? Разные компоненты берут Откуда берется базовое масло? Базовое масло берется из нефти Если так, конечно А вы берете из нефти или из нефти? Смотрите, это вопрос очень спорный Потому что, скажем так, в нашей отрасли есть Профессионалисты? Профессионалисты? Да, я бы так назвал То же самое, как зола-зола, добыча-добыча Добыча, конечно А вы знаете, что на заводе по изготовлению валенок Говорят воевакуа Возможно То есть войлок, это материалы, из него делают валенки, они говорят, войлока Слушай, подождите Еще вопрос, самый припоследний Вот есть тяжелая нефть и легкая нефть Из легкой нефти делают там керосин Из легкой нефти делают керосин, бензин и так далее Все, всю горючку А есть тяжелая нефть, из которой делают асфальт Каучук Я не знаю, там, каучук, гудрон там и так далее Вот вы какой нефтью пользуетесь? Тяжелая или нефть? А мы не пользуемся нефтью, мы уже пользуемся готовым маслом Которое делает, ну, по крайней мере, 3-4 наших топовых компаний Лукойл, Роснефть, Газпром, подразделения Газпрома и Сибура, по-моему, да? Нет, Роснефть, Роснефть, да, в Ярославле Да, мы пользуемся готовыми базовыми маслами, которые уже есть на рынке Наши горские братья ездят или на Мерседесах, или на Тойотах Вот какую присадку в их масло вы бы им посоветовали? Не надо присадки отдельно в масло добавлять Нужно покупать масло уже с допуском И в допуске прописано, для каких автомобилей это масло предназначено Ну, хорошо, для Мерседеса или для Тойоты на зиму в Москве? Что посоветуете? В зависимости от того, какой Мерседес, какой год и что записано в инструкции той слоотации, конечно А что это за золотой ключ? Это когда-то я был председателем общества Керена и Сот Это организация, которая в 20-х годах, если я не ошибаюсь, почти 100 лет назад, прошлого века Собирала деньги для Израиля Я был когда-то членом этой организации И они мне подарили ключик, вот ключ от еврейства России А вот это что за джентльмены? Это Либи Нетаньяху и Сильва Берлускони Мы с Берлускони мы встречались на семинаре организации Керена и Сот, про который я говорил А Биби был в Москве, меня пригласили как еврея Это председатель нашей общины, Альфред Гарич Мегиров Он эмблему синагоги Баэтмарина поднял на вершину Эльбруса И вот это у меня стоит как знак уважения к его выдающимся делам А Альфред Гарич из Нальчика? Не Знальчика, из колонки Мегиров известная фамилия А у нас Раф Эммануэль Мегиров Он ведет уроки и наш Рабин Привет, Раби У всех над столом висят грамоты, там поздравления от губернаторов, от мэров и так далее А у вас здесь святые свитки У меня Баал Шемтов и Раби Нахман Я от них учусь А мы можем подойти к Баал Шемтову? Это вот он? Из Роэль Бена изъяли Баал Шемтов Основоположник асидизма Владелец доброго имени Магит из Меджибожа? Магит из Межрича Межрича Это ученик Баал Шемтова У меня нет его фотографии, я бы поместил А Меджибож и Межрич Это разные вещи? Оба они находятся в Хьюлинской области И между ними расстояние порядка 150-200 километров Александр, спасибо вам большое Вы делаете великое дело Вы очень скромный человек, я знаю, что у вас стоит машина Которая 17 лет старенькая Старенький автомобиль Но то, что вы делаете Это важно И для еврейства, и для российского, и для страны И для экономики, и для науки Все евреи гордятся вашими делами, вашими изысканиями, вашими знаниями, вашими открытиями И в итоге все это выливается в то, что мы имеем И в это замечательное место Был один садик великий Он жил в Америке Ездил на какой-то машине И его водитель поменял машину Со старой на новую А он настолько, ему было это все равно Настолько вот был нематериальный человек Он ему говорит Сема, ты зачем сменил автомобиль? Зачем сменил машину? Сидение на машине Ты мне зачем поменял сидение? Раньше они такие были удобные А оказалось, что он поменял машину Вот, так же и вы Спасибо вам большое Спасибо И от всего еврейства Москвы Люберец, Малаховки Кстати, с Малаховскими вы дружите, да? Ну, мы много Спасибо вам большое Мы обещаем, что следующую программу проведем в Малаховке Блинедр, Блиайнара С Божьей помощью Там очень хорошие люди Они к нам приходят Мы к ним приходим Спасибо Спасибо за их гостеприимство Я просто могу маленькую такую историю рассказать Все, что угодно Были муж с женой У них очень долго не было детей Они приходят Им кто-то советует пойти К какому-то выдающемуся раввину Большому там Лид-Хахаму Большому Занатоку Торы Сходить к нему за брахой За благословением То хорошо, они собираются Муж с женой приходят К нему Шалам Алейхам Алейхам Шалам Да И муж Соответственно разговаривает Говорит Рэбби Мы хотим, чтобы Вы благословили Мою жену Чтобы она Зачела И чтобы у нас родился ребенок Он им говорит Вообще не вопрос Хорошо Сто тысяч долларов Муж с женой Они в шоковом состоянии Они говорят Какие сто тысяч долларов Ты раввин или нет? Ну От того, что они очень Жаждали Очень хотели Закрепить Свои семейные узы Они Согласились Сказали Хорошо Мы вам принесем сто тысяч Да Но вы благословите И мы вам принесем Он говорит Нет, сто тысяч на стол Я благословлю Они говорят Хорошо Они возвращаются Набрали какую-то сумму Им не хватает Им не хватает Там двух тысяч Да Двух тысяч Да, этой суммы не хватает Они собираются И Приходят обратно к раввину И говорят Вот тут 98 Две тысячи не хватает Я вот вам на этой неделе Занесу Вы благословите Пожалуйста Мою жену Чтобы Ваше благословение Начало работать И чтобы Процесс тоже Вошел в силу Он говорит Нет Ни копейки меньше Прямо сейчас Сто тысяч на стол И я вам Дам Любое благословение Которое вы хотите И Что вы думаете Жена в этот момент Взрывается Она Начинает ругаться С этим раввином Говорит Что ты за раввин Который дает Благословение За деньги Я сама Помолюсь Всему Он меня сам Благословит И этот раввин В восторге Встает Начинает Кричать Плясать От радости Говорит Вот Чего я добивался Вот Чего я хотел От вас Слышать Всевышний Слышит Всех Она реально Помолилась И через год Этот же раввин Был у них На Бритмиле Яхнего сына Сандаком Да И Хочу Всем пожелать Чтобы Верили В то Что Всевышний Слышит Каждого Из нас А Что нам Нужно Или не Нужно Ему Виднее Молитва Слышна Вся И Всякого Человека Человек Думает Что Ой Я далек От религии Я там В синагоге Бываю Года Один Нет Даже За рулем Можно Разговаривать Со Всевышним Он один Единственный Знает Наши Махшавод И наше Сердце Наши мысли И наше Сердце Кроме него Никто не знает Всем Желаю Света Хануки Божьей помощи Чтобы с этим праздником Пришла Геула Для всего Еврейского Народа Безрадшем И всех Тоже Поздравляю С Финансовым Годом Календарным Годом Всем Удачи Всем Брахави Ацлаха Изра Шим Худокумек Желание у меня есть Поехать В Шлихус В Нальчик Помогать Рафлеве Всем чем я могу Ему помочь Там есть много Молодежи Слава Богу Можно Заниматься Мефцоймом Проводить молитвы Давать уроки Какие-то И Развязать ему руки У него будет Больше возможностей Потому что Как понятно Равин занимается Не только Религиозной Деятельностью Он должен И с политиками Общаться По какой-то причине И с бизнесменами Ну с бизнесменами Понятно Общину Как-то кормить надо С политиками Наверное Тоже пойму Попозже Почему надо Тем более Сейчас Учитывая Положение В мире Не очень Спокойные Обстательства Происходят Наверное Тут и нужны Политики Которые могут Дать силовиков Или еще Кого-то К сожалению Люди Не совсем Понимают Что Война Это Не потому Что мы захотели Так А потому Что Есть хозяин У этого мира И он контролирует Эти войны И он так просто Их сюда не посылает Значит Надо подумать Что мы делаем Неправильно Раз есть война Конечно Жалко людей В любом случае Не важно Какая у них Национальность И религия Если они Не виноваты Ни в чем Их жалко А если человек Хочет Заработать Каких-то денег И убивает То без разницы Опять-таки Кто он по национальности Ну Он будет Дровами для котла Ада Раз вход Два вход Три вход Четыре вход Что это напоминает Шатер Авраама Который стоял На перекрестке И приглашал Все в гости Вы Так же Гостеприимны Так же добры Как Авраама Вейна Оттуда же все Мы говорили Вначале Что здесь Есть секрет Который мы разгадаем Ты разгадал Секрет этой общины Да Секрет этой общины Что у вас Люди Евреи Не просто Молятся И учат Тору Для них это дом Да Действительно дом Не Бейт Акнеса Дом свиданий А дом Единственный Который у них есть И вы Этих людей Приближаете К Торе К свету И даете Им Постель И Кусок хлеба С челтом Да И с кошерным вином Да Безусловно Безусловно Ну Вам спасибо большое Давайте еще раз Скажем зрителям Что Вы открываете Люберецкий Еврейский Туризм Кошерный Что Люберцы Это место Где Каждый человек Каждый еврей Каждая еврейская Семья Где бы Она не находилась Может Приехать сюда И получит Как? С кайфом Да С удовольствием С удовольствием Да Пожалуйста Милости Просим всех Да И на шаббат И в будний день Всегда В любое время Всем рады Всем гостям Добро пожаловать Мы Обещаем Блин Эда Блин Нара Больше никогда Не шутить Про Люберцы Никаких Никаких Шуточек Типа Там Хороший человек Попадет В рай А плохой человек Попадет В Люберцы Больше шутить Не будем Никогда Люберцы Это город Труженик Люберцы Это город Герой Люберцы И во время Великой Отечественной Войны Сделал этот город Очень много Для победы И Этот город Сделал И во время Существования Современной России Очень много Сделал И мы На вашем примере Видим Что Это Но Без ложной скромности Это один из аккумуляторов И Локомотивов Современной Экономики И Сплав науки И промышленности В общем Люберцы Это большой город И большой еврейский город Спасибо вам большое Вам тоже спасибо Приняли нас Мы не званные гости Добро пожаловать В любое время Не только вам Всем Адам Спасибо большое Спасибо большое Марчику большой Привет Леви Шабаеву Большой привет Ради Рад был Видеть вас Спасибо вам огромное До свидания Спасибо До свидания Всего доброго Вы там мало видели Есть что показать Ну У нас Были дела Скорее на эфир Чтобы показать Нашим замечательным зрителям Что Что происходит Люберцы не хуже Ну Люберцы Люберцы Северный Нальчик Большой привет Большому раввину Лея Шабаеву Да Шалам Рады Рады Ну а с людям Пока Все Мы побежали Всего доброго Нас ждет Что нас ждет Да Нас ждет монтаж И нас ждут Хорошие кадры Которые мы покажем Нашим зрителям Добрый час Спасибо Добрый час Приходь Да Машия Хакшак Пока Да Человек С нуля Построил Предприятие Не отжал У государства Ни Ни в какой Коррупции Не участвовал Это же Счастье Это Бриллиант Построил Синагогу Две Миквы Учит В Яшиве Евреев Но И это Все Люберцы Вот Люберцы Таких Людей Выращивает Выращивает Совсем Это мне напоминает Наших Акционеров Учредителей Которые тоже Строят Ешивы Открывают Детские учебные Заведения Строят Синагоги И все Вот Вдоль Микада Люберцы Садовод Белая Дача Риотов Это места Еврейской силы Современные Да Это Будущая Россия Да Такие люди Будущие Россия Эти Эти бизнесмены На них Держится Духовность На них Держится Большой Бизнес И Мы Рады Что есть Такие люди Как Александр Самойлович Герман Рожбилович Ну Собственно Говоря Благодаря Которым Существует И Процветает Еврейство В Москве Да А вас Мы просим Не забывать Подписываться На наш канал Не забывать Комментировать И оставлять Свои реплики А мы Обещаем На следующей неделе Следующее путешествие В очередную Не менее Теплую Еврейскую общину Хотим попасть В Малаховку А там Как Как получится Как Блинедр Блей Айнара Подписывайтесь Ставьте лайки Комментируйте Это была община На карте Незваные гости Братейцы Пока Субтитры сделал DimaTorzok Завершим мы сегодняшний выпуск Как всегда Обещанием встретиться Вновь через неделю На исходе будущей субботы А еще Снова Попросим Ставить лайки Писать комментарии И обязательно Подписаться На первый Еврейский телевизионный Канал В ютубе Оставайтесь с нами Наши дорогие зрители Будьте в курсе Всех самых важных И интересных Новостей Из жизни Еврейских общин России И мира Ну и мы Как всегда С вами И для вас Это была программа Община Я Владимир Архирейский Всего вам Самого Качественного Субтитры создавал DimaTorzok